Новый учебный объект расположился на достаточно открытом участке полигона. Здесь созданы все условия для того, чтобы работать в новом формате. В основном подготовка направлена на военнослужащих разведрот. Сигнал. Вперед. С целью подготовки военнослужащих мы готовим их на этом учебном месте. Командиры подразделений должны быть обучены организации порядку проведения этого занятия на этом учебном месте. Ну и в свою очередь при нормальной организации проведения этого занятия военнослужащие будут готовы выполнять боевые задачи в населенном пункте, а непосредственно в ходе зачистки зданий. Задачи сложные в выполнении обусловлены непростыми условиями. Плотная застройка ограничивает мобильных штурмующих подразделений, усложняет управление в ходе боя, ограничивает обстрел, обзор и применение различных видов вооружения. В рамках учебно-методического сбора здесь оттачивается каждое движение, ведь работа идет в команде. Много чего развивающего в этом, полезного. В основном занятия акцентированы на то, чтобы мы больше могли ориентироваться и работать в населенных пунктах, досмотр зданий, помещений, заложников освобождения каких-то или в целях, допустим, занятия нами в дальнейшем какого-то сооружения. Без сомнения, в населенном пункте гораздо предпочтительнее держать оборону, чем штурмовать, особенно если есть возможность подготовить позиции заранее. Однако офицеры 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады хотят быть готовым к любым ситуациям, поэтому такие тренировки с ними проводят специалисты из столицы. Учебно-методический сбор проходил на полигоне на протяжении двух дней. Кроме задания «Бой в городе», военнослужащие отработали ряд упражнений по огневой, тактической подготовке, водительским навыкам. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.